Надежда Тэффи. Брат Сула. Читает Екатерина Маловичка. В полутёмной гостиной сидела худенькая дама в бледно-зелёном платье, вышитом перламутровыми блёстками, и говорила моей матери. Ваш петербургский климат совершенно невыносим. Сегодня этот туман, тяжёлый, тёмный, совсем лондонский. Я должна как можно скорее бросить всё и ехать на юг Франции. Муж останется в деревне, он будет в этом году баллотироваться в предводители. Шуру я оставила с ним, Петю отдала в немецкую школу и оставлю здесь у бабушки. Подумайте, сколько мне хлопот. А сама до весны в Ментону. Прямо не представляю себе, как я со всем этим справлюсь. Я так слаба, так слаба после этого шока. Я ведь пятнадцать лет тому назад потеряла прелестного ребёнка, моего первенца, красавца, настоящего карэджиевского бомбино, которому я была безумно привязана. Он жил всего два часа. Мне его даже не показали. С тех пор я никогда не снимаю чёрного платья. И не улыбаюсь. Она на минутку запнулась и прибавила как бы в пояснение к своему туалету. — Я прямо от вас к Лили, а оттуда в оперу. Тут она заметила меня. — А это... это Лиза? — спросила она. — Ну, конечно, Лиза. Я её сразу узнала. Но как она выросла? — Это Надя, — сказала мама. — Но где же Лиза? У нас Лизы никогда и не было. — Неужели? — равнодушно удивилась дама. — Значит, это Надя. Надя, ты меня помнишь? Я тётя Нелли. — Шура! — обернулась она вглубь комнаты. — Шура, будь любезен, если тебе нетрудно снять локти со стола и вообще подойти сюда. Вот твоя кузина Надя. Можешь за ней ухаживать. Из тёмного угла вышел белобрысый мальчик в гимназической суконной блузе, подпоясанной лакированным ремнём с медной пряжкой. — Вот это Петя. Петя, если тебя не затруднит, поздоровайся с кузиной. Это та самая Лиза, о которой я тебе часто рассказывала. — Надя, — поправила мама. Петя шаркнул ногой. Я, не знаю, как быть, сделала реверанс. — Она немножко недоразвита, ваша Лиза, — с очаровательной улыбкой осведомилась тётя Нелли. — Это хорошо. Ничто так не старит родителей, как слишком умные дети. Тётя Нелли очень мне понравилась. У неё были чудесные голубые глаза, фарфоровое личико и пушистые золотые волосы. И она так быстро и весело говорила, совсем не похожа на других моих тёток, строгих и некрасивых. И всё у неё выходило так приятно. Вот, например, она всю жизнь не снимает чёрного платья, а оно у неё зелёное. И от этого никому не грустно, а всем приятно. И вот она нашла меня глупой, но сразу доказала, что это очень хорошо. А другие, когда говорят, что я глупа, так непременно подносят это как оскорбление. Нет, тётя Нелли действительно прелесть. Я больше её не видела, она уехала раньше, чем думала. Должно быть, шок, полученный пятнадцать лет тому назад, давал себя чувствовать. И потом столько хлопот. Муж в деревне, сын у бабушки. Словом, она укатила до весны, а в воскресенье явился к нам её сын Петя, один. — Сколько вам лет? — спросила я. — Скоро будет тринадцать, — ответил он. — Очень скоро, через одиннадцать месяцев. Он не был похож на свою мать, он был востроносый и веснущатый, с небольшими серыми глазами. А моему младшему брату Шуре одиннадцать, вдруг страшно оживился он, мой младший брат Шура, он остался в деревне, чтобы писать роман. А ваша мама говорила, что ему рано в школу. Это замечание Пете как будто не понравилось, он даже немножко покраснел. Да, он пока предпочитает заниматься дома, и он очень любит зиму в деревне, и ему будет много хлопот, папа будет баллотироваться. Тут я заметила, что мой собеседник был немножко шепеляв. Вместо Шура у него выходила почти Сула. Вспомнилось только что пройденное в Иловайском «Марий и Сула». И вообще он как-то неправильно говорил по-русски. Потом выяснилось, что с детства он говорил по-английски с гувернанткой, по-французски с матерью, а теперь в школе по-немецки. С отцом он никогда не разговаривал, не приходилось, но считалось, что это происходит по-русски. Молчал по-русски. А вот младший брат Шура тот отлично говорит. Он так разговаривал с кучером, что тот даже пошел папе жаловаться. Он все может, мой младший брат Шура. Он пишет французский роман, замечательный. У меня есть начало. Хотите, я вам прочту? Он отошел в сторону и стал шарить в кармане. Пошарил, вытащил обломок карандаша, огрызок шоколада, кусок мягкой резинки, который запрещено было щелкать в классе, вынул копейку с налипшим к ней леденцом и, наконец, сложенный листок разлинованной бумаги, явно выдранной из школьной тетрадки. Вот, это начало романа. Сочинил мой младший брат Шура. А я записал. Вот. Он откашлялся, посмотрел на нас внимательно по очереди. Слушателями были мы с сестрой. Очевидно, проверил, достаточно ли серьезно мы настроены. И начал. Знаете ли вы, что такое любовь, которая разрывает все ваши внутренности, заставляет вас кататься по полу и проклинать свою судьбу? Вот все. Это только начало романа. Дальше пойдет еще интереснее. Мой младший брат Шура будет зимой придумывать имена для героини и героя. Это труднее всего. Вскоре выяснилось, что Петя сам пишет роман, но уже по-русски. Он в немецкой школе живо постиг тонкости русского языка и даже написал несколько стихотворений, посвященных школьному быту. Сейчас, конечно, мне процитировать их было бы трудно, но некоторые, особенно яркие строки, я пронесла в памяти своей через всю жизнь. Звонит звонок, кончается урок, и ученики на радости спускаются на низ. Потом, помню, была еще едкая сатира на какого-то учителя Кизерицкого. Стихотворение кончалось строками очень высоких тонов. О несчастный Кизерицкий, вспомни о судьбе своей, как ученики тебя боятся и страшатся завсегда. Роман Петя еще закончен не был, и он прочел нам только два отрывка. По-моему, роман был написан под сильным влиянием Толстого, отчасти войны и мира, отчасти Анны Карениной. Начинался он так. «Няня, соберите скорее Митиной пеленки. Завтра мы едем на войну», сказал князь Ардальон. К стыду мы ему должна признаться, что совершенно забыла дальнейшее развитие этой главы. Но зато помню содержание другого отрывка. Князь Ардальон, оставив на войне няню и Митю с пеленками, неожиданно вернулся домой и застал у жены князя Ипполита. «Ты, негодяй, изменяешь мне!» воскликнул князь Ардальон и направил на него конец своей шпаги. Где-то в трубе загремела заслонка. Помню, что на меня очень сильное впечатление произвела именно эта последняя загадочная фраза. Почему вдруг в трубе загремела заслонка? Было ли это неким оккультным явлением, отмечавшим кровавую драму? Или князь Ардальон так размахался шпагой, что повредил печку? Ничего не понимаю и не понимала, но чувствовалось веяние таланта. И было жутко. «А ваш младший брат Шура много пишет?» «Нет, ему некогда. Он больше обдумывает. И вообще у него масса планов. А как он обращается с женщинами? У нас гостила одна дама, очень роскошная женщина. Так Шура пригласил ее погулять в лес и завел в болото. Она кричит, зовет на помощь, а он ей говорит, «Хорошо, я вас спасу, но за это вы должны быть моею». Ну, она, конечно, согласилась. Он ее и вытащил. Иначе смерть болото засасывает. В прошлом году туда корова провалилась. «Отчего же он и корову не вытащил?» – спросила моя младшая сестра, смотря на Петю испуганными круглыми глазами. «Ведь он мог бы и корову взять потом себе». «Не знаю», – отвечал Петя. «Должно быть некогда было. Мой брат Шура все может. Он плавает лучше всех на свете. Скорее всякой змеи. А змея может проплыть больше двухсот верст в час. Если считать на километры. А прыгать он умеет?» «Прыгать?» – переспросил Петя с таким видом, будто его даже смешит такой вопрос. «Ну, конечно. И он такой легкий, что может продержаться несколько минут на воздухе. Прыгнет и остановится, а потом уже опустится. Конечно, не особенно высоко. А так, приблизительно до моего правого виска. Вот на будущий год он приедет, так он вам все покажет». «А он высокого роста?» – спросила я, стараясь представить себе этого героя. «Очень высокий. Выше меня на три четверти головы и еще на два вершка, а может быть даже немножко ниже. Да ведь он же младше вас». Петя засунул руки за ремень пояса, повернулся и стал молча смотреть в окно. Он всегда так отворачивался и уходил к окну, когда у нас срывался какой-нибудь бестактный вопрос. «А скажите, Шура тоже будет держать экзамен в вашу гимназию?» «Ну, ему экзамен не страшен. Он в две минуты сам провалит всех учителей. Мой младший брат Шура». Все эти рассказы глубоко нас волновали. Часто вечером, приготовив уроки, мы с сестрой садились на диванчик в темной гостиной и разговаривали о Шуре. Называли мы его брат Сула, потому что Петя слегка шепелявил, и у него выходило приблизительно так, что это был 11-летний мальчик, мы как-то совершенно забыли. Помню, увидели в окне магазина огромные охотничьи валенки, обшитые кожей. Вот, говорим, наверное, такие штуки носит брат Сула. Конечно, мы немножко посмеивались над тем, что брат Сула может держаться на воздухе, но какой-то трепет в душе от этого рассказа все-таки остался. Факиры, однако, на воздухе держатся. Что Сула сразит всех экзаменаторов, тоже подозрительно. Но вот в детстве знаменитых людей сказано же, будто Паскаль в 12 лет защищал какую-то диссертацию. Вообще все это было очень интересно и даже страшновато. И вот узнаем новость. Брат Сула приедет на Рождество. Еще захочет ли к нам прийти? Стали готовиться к встрече знатного гостя. У меня была голубая лента, которую можно завязать вокруг головы. У сестры ничего такого эффектно-элегантного не было, но так как она будет стоять рядом со мною, то лента будет немножко ее украшать. За столом взрослые слышат наши разговоры о Шуре и удивляются. Они ничего об этом феномене не знают. Ну, думаю, мы-то зато все знаем. И вот возвращаемся как-то с прогулки. Идите скорее, говорит мама. Вас мальчики ждут. Брат Сула, взволнованно шепчет сестра, скорее твою ленту. Мы бежим в спальню. Руки дрожат. Лента сползает с головы. Что-то будет, что-то будет. В гостиной нас ждет Петя. Он какой-то притихший. А где же, начинаю я, и вижу щупленького маленького мальчика в матросской курточке и в коротких штанишках с пуговками. Он похож на воробыша. У него веснущатый носик и рыжий хохолок на голове. Мальчик подбежал к нам и запищал взволнованно, словно ябедничая и уже совсем шепелява. Я Сула, я Петин Блат, Сула. Мы застыли с открытыми ртами. Мы ничего подобного не ждали. Мы даже испугались. Если бы мы увидели какое-нибудь чудище, вия, слона с львиной гривой, мы бы меньше растерялись. К чудищу мы внутренне были подготовлены. Но этот рыженький воробьеныш в коротких штанишках, мы глядели на него в ужасе, как на оборотня. Петя, молча засунув руки за ремень пояса, повернулся и пошел смотреть в окно. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok